А сейчас к теме, которая вызывает живой интерес и горячие дискуссии в обществе. Как известно, сайты и приложения для знакомств пользуются сейчас небывалой популярностью. Люди практически перестали знакомиться в реальной жизни и перешли в сеть. С чем связана такая тенденция? Мы узнали мнение психолога на этот счет, а также поговорили с тверичанами, которые рассказали, какой способ знакомств они предпочитают и почему. Современные средства коммуникации очень активно развиваются. С каждым годом они охватывают все новые сферы и в корне меняют привычный образ жизни, ритуалы и модели коммуникации. Сегодня это касается практически любых ежедневных действий. Поход в магазин перемещается в сферу онлайн-ритейла. Проверка школьных оценок ребенка происходит через электронный журнал. И даже друга или партнера можно найти через приложение для онлайн-дейтинга. Мы спросили у тверичан, где они чаще всего знакомятся и почему. Наверное, в интернете, да. Сейчас проще в интернете. А почему? Ну, потому что на улице это выглядит очень, наверное, дико. В общем, уже так, наверное, не принято знакомиться. Это отпугивает. Ну, мне вот лучше вживую. Сразу понимаешь, какой человек. Я лично предпочитаю в живом общении, в круге друзей, в общих знакомых, на работе, ну и просто где-то так вот в социальных объектах. Положительно отношусь. Правда, сама у меня нет знакомства из интернета. Но хотелось бы. Опасно и чревато. Почему? Был у вас такой опыт? Нет. Я другого поколения. Мнения тверичан по поводу возможностей знакомств в интернете разделились почти поровну. Каждый второй относится к такому способу положительно или скорее положительно. Столько же однозначно или скорее отрицательно. И у каждого на этот счет есть свои причины. Был опыт, ни разу ни к чему не привел. Один человек, с которым дружим, общаемся, исключительно в интернете, все. Но это единственный, исключительный случай, больше ничего. Знакомство в сети – это целая наука. Все имеет свою логику и законы. Если правильно подойти к делу, то можно и нервы сохранить, и найти нужного человека. Как это сделала Екатерина. С будущим мужем она познакомилась в интернете. Познакомились, встретились, стали встречаться, потом поженились. Вот так как-то. Но не всегда знакомство в интернете может увенчаться успехом. Как показывает статистика, каждый, кто ищет себе пару в сети, изначально закладывает слишком много иллюзий и ожиданий от сайтов знакомств. А большинство переписок заканчиваются ничем. Человек в интернете гораздо активнее, и там он может проявлять какую-то большую смелость. Когда речь идет о том, что сходи куда-то с кем-то поговори, познакомься, побеседуй. А вот сложности. Меньше опыта, меньше навыков такого общения. Больше через интернет. Есть такой вот перекос. Не в пользу живого личного общения. Конечно, при этом никто не отрицает возможности познакомиться и построить идеальные отношения как в реальности, так и с помощью сайтов знакомств. Ведь даже при опросе тверичан мы лично познакомились с девушкой, которая построила семью с помощью интернета. Мы просто говорим о том, что эти шансы чрезвычайно малы по сравнению с успехом реальных знакомств. Поэтому не забывайте о том, что знакомиться в реальной жизни может быть гораздо полезнее и интереснее.